Сейчас мы посмотрим матч Лиги Чемпионов, группа А, там посмотрим матч. Представлены команды такие, как Милан, Атлетика Мадрид, Манчестер Сити и Гамбург. Насколько я помню, было уже сыграно пару матчей, Милан выиграл Гамбург, Атлетика Мадрид выиграл Гамбург, Манчестер Сити выиграл Атлетика Мадрид. И, соответственно, там все очень запутано, поэтому этот матч очень интересный в плане турнирной таблицы. Будет примерное представление, кто где будет. Ну, вообще, типа, конечно, Хаби фаворит в этой группе, так как старый задрот, плюс у него самая лучшая команда на проекте, одна из, ну, по скиллам, там, Сикер Гуэра, Фигера, Кевина де Брухни и так далее. Ну, Атлетика Мадрид также высоченный класс имеет, и Милан под четким руководством Кота после выигрыша Лиги Европы смог, так сказать, подняться в этом плане. И, ну, Гамбург, конечно, выглядит скудным, но там-то так же состав неплохой. Но если бросить шишками занимался в фирме, он уже два матча проиграл, он бы мог побороться. Гризман неплохо проходит. Ну, такое же сразу начало интересного нас, так сказать, ожидает. Так, сейчас проверю. Вроде картинка есть, но все, окей. Надеюсь, что все будет нормально, и экзешник не сдохнет, и меня не выкинет. Вот. Ну что, ждем от этого матча интересной борьбы, камбэков, что в одну, что в вторую сторону. Аббатая вырывается удар, и не попал. Ну, это все-таки защитник. Флангу. Опасный момент. Яноблок стоит на воротах. Так, понятно, Годзиль. Партнер играет у нас в центре поля. А какой пас кривой. Крато. И какой штрафной там у... Заусенец, так сказать, зацепил. Диаме. Пока более защитный такой футбол играет. Удар неплохой. У Диаме, наверное, был? Да. Ну, я думаю, что облако там все контролирует в данной ситуации. Савич в центре поля с Годзином играет. В центре обороны, так сказать, Сэнси. Ну, это явный аутсайдер, Коки. Гризман, неплохо Гризман. Дальний удар, но тут у него мяч, так сказать, срезается с ноги. Было опасно. Конечно. Если бы он нормально ударил, было бы все иначе. Да, Нарума. На воротах начинает атаку своей команды. Диаме. Тут перехват Сэнси. Запада очень высоко играет в пункт-ащите. Аббата, видно, заряжен, так сказать, на какие-то обмотки. Ой, как мог сейчас пас пройти, но не получилось. Анхель Коррея на фланге играет. Но этого нету у нас великого дрочера. Коррея входит штаф. Но Коррея неплохо оттесняет. И Донарума сейф великолепный. Но он читак. Я вообще, на самом деле, пас тренивизел с Донарумой, потому что он играл против Хаби два матча предыдущих, так сказать, Лиги Чемпионов. И там, конечно, Донарума где-то в десяток сейф в дальний удар не попал. Закручивал ворота. Не смог обвинтить Гризман. На замахе убирать троих. И такой удар. Чуть-чуть покрутки не хватило. Чуть микролаги, на самом деле. Ну, это сервер вообще помоешься, если честно. Вот на серваке Reborn никогда таких лагов не было. Что касается еще перекрут с патчами, на самом деле, есть очень много лишних вот этих всяких визуализаций. Ну, нахер это надо? Типа PS6 не этим же славится, правда? Вот этой оболочкой дешевой. Ну, ладно, это мое чистое мнение. Мы как-то с Димасом еще тут общались. На Reborn меньше всего лагов, было меньше всего вылетов. Потому что там чисто патч, лица, футболки. Такая пацная атака Диего Коста выходит 1-1. Но там Бануччи, Бануччи его оттесняет на опыте. Сыграл итальянец. Аббата. Где Амая? Ждет он забег Аббата. Аббата сегодня очень активен. Кстати, нету Карлоса Баки в составе прострел. И тут можно получить опасный удар. Го-о-о! Какая херня прилетает. Да, пастору, конечно, не везет в таких ситуациях. Раз! Вроде выбивает 2 и 3. Оба не смог зафиксировать мяч. Мяч. Хипрато, по-моему, открыл. А, нет. Это открывает Эдер. Ну, так вот. Вроде бы атаковал, атаковал. И в итоге получил, наверное, свои ворота. Достаточно курьезный. Ну, что поделать. Эдер первый на мячей был. Защитники не смогли разобраться с ситуацией. Грязман будет забегать. Там Диего Коста. Бануччи пока хорошо играет именно в центре обороны. Не дает он Косте продраться, так сказать, сквозь эти дерби. И пока у нас 20-ая встреча. И Милан идет. Но Коту надо побеждать. И он выйдет на первое место пока что. Коки поругали. Хороший подкат от Энхили Кореи. Так сказать, Сисока. Диего Матки. Такий мощный, конечно, мощный центр у Кота. Навес. Эдер, удар. Как он переграл Саичу на втором этаже. Непонятно. Блин, судья мешает. Желтый, конечно, с этой формой сливается. Это более нормальные такие формы, если выбирать. Более корректные, так скажем. Абата неплохо действует пока в этом матче. Один из лучших игроков пока Кота. Это 100%. Да и вообще во всем матче действует. Смотрите, он и в защите помогает, и в атаке действует. Насколько его хватит, это вопрос другой. Но у него хорошие там остальные, если не ошибаюсь. Так, Корея неплохо получает мяч. Там против него Запата. Запата не такой скоростной. Ой, Коке, Коке скатывает на Гризману, Гризману. Тут Донарума. На самом деле там должен был Корея забивать Донаруму. Уже там 100% момент был. Он бил щеткой в дальний угол. Но Донарума, конечно, вытащил просто нереально. Какой-то мой мяч. На том, на Донаруму, так сказать. Джан Луиджи. Сисока Войста с мячом. Дает пас на Диомэ. Аббата вновь с мячом. Только исключительно через этот фланг играет Кот. Вообще. Ноль атака через левый. Видимо. Аббата в конде. Калихон. Вот. Первое подключение Кеннеди. С левого фланга. Кеннеди обматывает неплохо. Прострел. Опасно. Сенси разряжает ситуацию. Точным пасом сопернику. Кеннеди вновь сейчас будет прорываться. Навешивать. Простреливать. И угловой. Милан потихоньку успокоил игру. И ведет. И, так скажем, имеет. За последних пять минут некое преимущество. Эдер будет наешивать. Винч в этом штраф нужно. Опасно. Но разочарает вновь ситуацию матраса. И положение игры от Кост. Аббата на левом фланге очутился. Кеннеди. На вес. Пока центр поля очень у Атлетика Мадрид выглядит плохим. Корея получает жестко сзади по ногам. И желтая карточка. Тут ничего такого броня нет. Просто остановил атаку. О, как прорывается Калихон, Калихон. Прорывается, сидит в Салько. Тут замахи Калихон. Но нет, хорошо в этом эпизоде сыграли защитники. Да и Кот сам себя запутал. Вот, конечно говоря, неплохо Гризман получает мяч. Угла в штрафной входит в штрафную. Что будет делать? На замахе убирает. Но Сисоко. Сисоко на балансе, на скорости отнимает этот мяч. На вес неплохой. Ну что, 36 мм, это следующий хороший живой матч. Но, конечно, пока голов мало. Странно, обычно с Кластером всегда летает много голов. Неплохо, Анхикаре, удар от газона. Квадратного Песовского был произведен, но пока даже в створ не попал. Но надо было обрабатывать грудаком квадратным, так сказать, херач к воротам. Вновь Аббата с мячом. Очень, очень много его сегодня используют. Косты, ах, чуть-чуть положение вне игры. Вообще, на писечку Диегор попал, так сказать. Вот эти знаменитые замены игроков Кота. Никогда он этим не пренебрегает. Когда какое-то нарушение, он всегда перебирает защитников, там, полузащитников, чтобы 100% владеть мячом. Очень скрупулесный в этом плане. Сисока обладает мощным, но совершенно неточным ударом. Кеннеди левша. Сейчас будет прострел на вес. На вес неплохой. Сисока, удар. Есть в этом смысл. Кеннеди вновь с мячом. На вес не проходит. Видите, в центре поля пока у Пастера полная проблема. Он сыпется, он Коке как-то не может, Сенси, обеспечивать какую-то защиту должен. Видите, некому даже начать атаку. Выйти как-нибудь с мячом. Дальний удар, не точно это даже. Не знаю, как там он оказался. Срезался мяч. Полный финал. Там много защитников было, скопление такое, поэтому я не поверю, что там был бы какой-то смысл от этого удара. Ну, может, какой-то рикошет, как в первом галле. Пока равная игра совершенно. И просто могу сказать, что чуть повезло коту, потому что забил он такой достаточно курьезный гол. Там с десяти добиваниями каким-то вратарем не смог обработаться. Хотя это Ян Облак. Один из лучших, если не лучший вратарь на проекте. У него был рост, конечно, чуть-чуть там еще был. Калихон. Удар, и вот Облак подтверждает мои слова. Молодец, Облак. Опасно было. В угол бил Калихон уже открытый. И открытый. Смог Атлетика Мадрид отбиться. Что здесь вновь проигрывает центр? Нет. Но не может дать пас. Копия нормальная. Есть шанс еще у кота забить в раздевалочку, чтобы на своем косте спокойненько катать. Навес. И будет угловодич. Вот так вот. Кот в концовочке все-таки дает. Показывает, что он все-таки больше хочет в этом матче выиграть. Легко получить положительный результат. Все, выносится мяч. И пока 1-0 в пользу Милана. После добивания. Ну, по моментам, конечно, у Милана больше ударов, больше в створ. Ну, там, один удар чего стоит от Анхели Корей, который бил почти... В свободный угол, там, донором будет еще. Посмотрим, что будет дальше. Музяка играет. Музяка играет. Спасибо за музяку, Стинбук. На хер очень ненужная. Знаете, кстати, на видосики бан накладывается. Ну, тут какие-то будут, наверное, перестановки жесткие. Там уж и долго уже думают, так сказать, ребятки. Ну, ждем второго тайма. Надеюсь, меня не выкнили. Так. Главное, чтобы там не лагало ни у кого. Все было окей. Калихон. Прата. Прата может наказать. Справа, найди удар. У него пушечный. Но Ян Облак не поддается такому соблазну пропустить. Ян, думаю, сейчас будет весь остаток матча тащить. Потому что он, конечно, понимает, что на нем есть некая ответственность за пропущенный гол. Корея. Но Аббата сегодня вообще хорош. И в защите, и в атаке. Только я про Аббата сказал, что через него все атаки строятся, как начал Кеннеди. В концовке первого тайма доминировать. А левые бровки. Всалько! Может очутиться в Всалько. Почти отбанучий отнял. Если бы сейчас отнял, было бы очень интересно. Могло бы разыграться что-то интересное на фланге. Но не получилось пока. Эдер, Эдер дает пас на Прато, Прато. Но тут Гадин. Ну, Гадин за счет защиты вытесняет. Правильно располагается. И, так скажем. Неплохо. Неплохо сейчас Сауль в защите у нас играет, ребята. Сауль Нигайс неплохо сыграл. Партнер. Партнер. Ай, мог дальше идти партнер. Он не думал, что там будет такой подкат кривой. Мог дальше бежать. Там вообще выходить уже к защитникам на рандеву. Но, кто знает, кто знает. Прато дает пас. Нет, Гадин вновь. Неплохо пяточка. Начинает атаку. Сейчас может получиться перспективная атака. Хотя мяч очень долго летит передательски. Канхель Корея. Коки. Коки. Какой плохой матч Коки проводит. Вообще пас отдать нормально даже не надо. Хотя у него пасы скиллов очень нормальный. Выход в два в одного. Прато сейчас надо вколачивать удар. Рыкать. Тащит. Облак. Вот хорош. Ну. Жесткий сейф. Хотя в него попадает мяч. Но тут уже не отскакивает. Что-то надо перестраивать. Атлетика. Потому что пока очень рываная игра. Какая-то от него. Я вообще не понимаю, что происходит. В защите у него постоянно атаки Милана сейчас проходят. И так, ну что, 57-е на встрече. Походу перестройка идет какая-то у Атлетика Мадрида. Повезло сейчас ему, что не пропустил второй. Мог сейчас пропустить. Прато пожалел. Ну-ка с Моуру уходит. Вот партнер уходит. Ничего себе. Посмотрим, что это будет значить. Сауль проигрывает борьбу в защите. Подкат. Два подката подряд. Годин не успевает. Прато тут мяч. С удобной ноги. С разворотом. Ну, пока видите, вообще не может. Очень жесткий прессинг у Милана. Пока центр поля просто переигрывает. Переигрывает. Калихон отнимает мяч от Година. Калихон удар и прощает вновь Мадрид. Что происходит? Да. Мертвяще летел в угол, но... Потом как Колобот, так сказать, от бабушки, от дедушки ушел. И в ворота не зашел, так сказать. Гризман может дать пас неплохой. Диего Коста. Нет, Диего Коста пока вообще не заметил в этом матче. Может, в первых отрезках был заметен, но... Далее стерся. С лица земли, так сказать. Сесока начинает атаку. На фланг на Кеннеди. Версалько против него. Версалько нет. Смог он отыграть. Но Кеннеди вновь с мячом. Навес. Пас неплохой, но тут защита разбирается. Посмотрим, что Лукас Молрос может делать. Ну, не знаю, пока Кот очень хорошо, уверенно выглядит. Не дает ему дышаться вообще никаким, никоим образом. Филипп Луис на фланге. Ой, какой опять... Да, в центре вообще игроков нет. То есть, защита. Атака. А центра вообще нет. Удар отбивает. Облак. Что творится тут у ворот? Сейчас просто горит, горит. Горит матрас. Из Мадрида. Диаме тут на балансе проходил. Получил по ногам, сквозь мяч, банучик, конечно, не будет навешивать. Я думаю, что другой человек будет навешивать. Это ДД. Навес. Знаете, Кот пока действительно прощает. Пастора. У него тут что тут делать? Три игрока. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не особо в атаку идут. Лукас Моур от одного батал. Нет. Судя все-таки показывает, что было нарушение правил, да еще и желтый карточек. Котки пока очень плохой матч проводят, естественно. Зоопата. Абата. Неплохой выдал пас дальний, но... Там все-таки на опыте защитник оттеснял. Занял правильную позицию. Неплохой навес. С этой стороны у встречи Милан пока уверенно одерживает эту победу в этом матче на данную минуту. И я не знаю, чем может ответить нас Атлетика из Мадрида. Надо как-то собраться, надо как-то верить в себя. И все-таки Гризман и есть другие ребята. Конечно, нет главного дроча, проекта. Странно, реально. Эдер. Такая затяжная атака получается у Кота, но с мячом у нас Атлетика Мадрид. Гризман дает пас на Косте, Косте на Мауру. Маура может дальше отпасывать, но он решает чуть пробежаться и делает вновь какие-то непонятные пируэты и тем самым теряет мяч. Кубата с мячом. 78-м от встречи уже-то у нас такая спокойная игра. Начало было взрывное, а далее такой период. Спокойный Прата удар! Не попадает. Ну, Прата, конечно, с прицелом полная фигня. Хорошо он тут обмотал, но не вложил мяч. Ну, если честно, у меня в жизни самолос-таки позиция очень херемого бьетла. Там либо ты с подъема попадаешь в дальний, в нижний. Можешь попытаться с щеки, но ты, скорее всего, выкрутишь в больше и левее. Ну, либо пытаться в ближний бить. В ближний бить, конечно, это левшее удобно. Так что тут, так сказать, реалистично. Ну что, остается буквально 15 минут до конца встречи. С учетом добавленных квадратных минуток песовских. Не знаю. Не знаю, что будет в этом матче, но все может произойти. Может Кот забить второй, и на этом будет гейм-овер. Соответственно, три очка поедет в Милан. Ну, либо тут как-то матрас соберется, пройдет атаку прикольную и попытается все-таки зацепить какие-то очки. Потому что после поражения, конечно, от Мачестера Сити надо себя реабилитировать. По сути, потому что, ну, на бумаге мистер Кот и пастор будут биться за левую чемпион на втором месте. Вот так вот. Я думаю, что Гризман уходит в центр у нас. А на фланг был Санто себе. Калихон. Ждет он брата. Калихон. Кокки, ну, наконец-таки хоть что-то в этом матче сделал. Кокки худший матч свой проводит. Да, Гризман. Гризман в центре нападения. Гризман получает мяч. Гризман. Антон Гризман удары Донарума. Вот так вот. Спал 40 минут Донарума, но потом проснулся вот таким вот жестким ударом. Смог он отбить хорошо для своей команды. И вновь в защите хорошо играют футболисты Матрасов. Калихон. Калихон. Калихон против него трое защитников разбираются. Еле-еле. Калихон, конечно, очень много создает проблем. Он как бы намекает, что, ребята, взяли бы у меня свою испанскую команду, я бы вам пригодился бы. Ну, Калихон ведущий игрок, конечно. Милана. Много полезного действия. Но Карл Собаки еще не с Буанитом. Так, Запата устроил тут нам дриблинг-сессию. Какой пас неточный, но проходит. Годин, Годин. Просто батин ешь ты был, когда Голти забивали. Неплохо. Антуан Гризман, но Запата, мне кажется, хочет его уже сожрать. Гризманчику не хватает. Прострел, неплохой удар и бухгал Джавари Дос Сантос. Вот он, просто из тени вышел. Заменил он. Ну, Сугадал, конечно, с заменой просто идеально. Вышел на замену и забил гола. Ну, вроде бы, казалось бы, тут все нормально. Прострел какой четкий. И из-под защитников, по-моему, это был. А, из-под Кеннеди, который пришел с фланга. Он литераль играет. Пришел он защищаться и что-то не получилось у него. Ну, вот-вот, я про это говорил. Не стоит списывать со счетов. Третьих молодец, смогли они осилиться. Но тут Мусачево. Мусачево вырывается в штрафную. Мусачево. Прострел верхом идет. Эдер может ударить. Дальник какой-то может исполнить. Эдер ждет подключения. Диамея, Диамея разворачивается. Может колотуху бахнуть. Ой, неплохо тут Филиппо Луис. Мчится вперед. Лукас Моура. Нет, плохо. Лукас Моура пока вообще не ученит. Ну что, идет добавлено уже, добавлено время уже. Запата бежит. Очень опасно. Защитник убегает из, так сказать, из своих защитных позиций. Прострел идет и угловой. Все может решиться на последних минутах сейчас. Даже секунда. Вот так вот, 1-1. Милан, Атлетика Мадриевит. И сейчас Сауль будет просто выносить мяч вперед. Лукас Моура не дает играть. И 1-1. Ну что, вот так вот. Конечно, курьезный немножко матч. По статистике, я думаю, будет. Да и визуально мы можем посмотреть, что много было достаточных моментов у Милана. Не смогли они все реализовать. Забили таки курьезный гол. Да, когда казалось бы, что 20 крикошетов. Сауль тут подскакивает, забивает. И, конечно, не показали нам другой момент. Именно с Кореей, который 1-1 не забил. Тут Калихон. Прости. Вот здесь можно было 2-0 делать и все уже спокойно. Смотрите. Ну, помешали ему под катом. Испугался за свои ноги. И как-то неуверенно себя почувствовал. Вот здесь Прата в этой ситуации не забил. Облако, конечно, не контролирует. И вот Джованни Да Сантос вышел. Горизман ушел в центр. И вот он как-то проталкивает этот мяч. Ну да, Кеннеди тут, конечно, не смог исполнить. Оп. И все. Такую малышку пустил. Да, 6-3. 6-16 на 5. Спасибо. До свидули.